Так, стоп-старт я сделал, ребят Сетка под их Оу, хеллрейзер с нерчом Аверс нам шаром Блайкин, Пингвин, Рейнер Что-то наших тут, по-моему, всех могут сейчас ушатать просто Вот И это будет жестенько, конечно, если так будет Так, стоп-стоп-стоп-стоп Так, ну можно Блайкин пойти Можно Хеллрейзер против нерча, например, пойти Можно к Ване вообще пойти Блайкин incredibly Все, стрим пошел. Продолжение следует. Так, ну пойдем, короче, мы так. Так, я думаю, Hellraiser нерч пойдем смотреть. Так, я думаю, что сильная пара такая, Hellraiser. Так. 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 Может, кашка вверх с уголовой айти. Продолжение следует... 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 Так, адептиками хеллрезер харассит, извиняюсь, тут че-то я косячу маленько. Конечно, у нерча есть своя конка, ведь он же участник близкона. Этого не многие заслужили, но у нерча есть свадка. Так, здесь овердоморфился, полностью нерч, нерч, это, блокирует здесь все хеллрезер, посмотрите. Погодите, я всю игру проморгал, пока вам с вами тут дуссовался. Нерча улынет на линках, посмотрите, в два направления одновременно при этом все. Так, здесь все лишь один сталк. Мазер корище прилетает сюда, надо бомбить, овера бомбить. Хеллрезер бомбил. Так, сверху тоже бьем. Так, здесь овер все, здесь оверу не сдобровать. Но здесь передропа активно идет на вторую базу, ой, на мейн соответственно. Нерч не законтролил, овера сейчас теряет. Сталкер, нужно адептам помогать сталкеру, здесь еще адепты пробки. На мейне тоже пробочки есть, вроде хеллрезер отбился везде. Надо собак забирать в это время. Нерча тут нагрызает, меня этот стенку нагрызает. Но надо до варп, короче. Где до варп хеллрезер? Вот он делает до варп прямо туда, на внешнюю сторону, насколько я вижу. Все, здесь все прогнал. 35 и 6, но из-за того, что хеллрезер как-то сумбурно, мягко говоря, отбивался, у него в итоге, ну, видите, отставание определенное уже складывается здесь. Адепта 3 идет вперед. 3 до варп в тыл делается. 6 адепт сейчас зайдут от хеллрезера. 3 на вторую базу, 3 на третью получается. У него сейчас только 8 собак, которые в атаке, получается, были. Плюс еще пион. Так, адепты заходят 3 раз. Заходят 3-2. Нерч реагирует. Да, реагирует Нерч. Но на второй, на третий-то, точнее, как он отреагирует. Здесь адепты пришли и враслов застали просто Нерчуга. Хеллрезер бомбашит здесь нормально адепты. Так, че он не телепортнулся-то, ё-моё. Хеллрезер, что ж ты делаешь-то? 12 дронов уже упаковал. 37-45 по рабочим. С собаками Нерч пытается отбиться. Ну, попробуй тут отбейся, на самом деле. Тут не так просто отбиться, ребят. Адепты на вторую пришли, а здесь нечего подрезать. Вот в чем проблема. Но Глеб нет, понимаете. Ой, Хеллрезер гейт открыл. Ну так, у него 4 гейта, ну нахрен. А нахрен старгейты-то тогда переходить, если 4 гейта здесь добавляют. Блин, убивал бы я его полностью-то с Вайлайтом просто. Вот реально сейчас Глеб и адептам, и все, убил бы нафиг вообще. 16 дронов мин, 40-52 барабам, 2 астрогейта дворец, еще 2 адепта здесь наварков. Понимает, нет, что там Прокси-то должен понимать, что он тут тупой что ли. И совсем наглуха. Ну, собак очень много, но я же думаю, что он по ходу дела. Хеллрезер заходит на муви. Просто главное, даже иллюзий не запускал вначале. Пришел опять же, дронов пошатал. Адепты на вторую телепортируют, где так и нет до сих пор ничего, что самое удивительное. Так, а думаю, ты что, Оракул? Да, по 2 Оракула Хеллрезер делает. Масса Оракула. Стиль Хеллрезера, он не нов, кстати, играет этот стиль. Он любил играть им уже очень давно. Вот этим стилем через масса Оракул. А вот и 2 Оракула летят. Куда они летят-то? На мейн прям летят? Прямо через 3 королеву. Ну, Хеллрезер дает, ё-моё. Поаккуратнее надо быть. На третью полетел. Да уж лучше б бэйнов поднарезал. Ай, чуть не отдал Оракулу. Ну, короче, полетал-полетал, и всё, пришлось улететь сейчас к Хеллрезеру с двумя Оракулами. Надо увезти их дальше. Здесь-то продакшн Оракула всё ещё идёт. Есть Фаржа. Адептов достаточно много. Третий Старгейд пошёл. Будет дожимать, в общем-то, Оракулами Хеллрезер у Нерчада. А, есть Слэйр, уро. Четвёртая хата пошла. Не, ну надо Адептам тоже тогда. То есть надо не Адептам, может быть, делки исчажем, может быть, Глефа всё-таки добавить. Но столько много юнитов наземных, этим надо как-то пользоваться. Так, на Мэйни Хеллрезер прилетел. Пять дронов минус, ну, ещё и Ревелэйшн. Кинул Гейдродэн, спалил. А, Глефы есть уже? Как Глефы-то были? Ёма! Я уже... Ничего себе... Я проморгал Глефа, на самом деле. Да, действительно, они есть. Погодите, а как они делались-то? А, погодите, они доста... Да, конечно! Это были гейты в Глефы плюс вторгейты. Я что-то затупорезил здесь. Ну, надо было тогда, мне кажется, гейтов добавить. Хеллрезеру да убить просто на Глефов нерча. Но он решил, что лучше надёжнее, типа, сыграю в макро получается. Но он ведёт, в принципе. Хеллрезер ведёт игру. Одного вот Оракула Хеллрезера дал. Но у него уже десять есть, и три строятся, ребят. Это будет очень неожиданный и очень мощный врыв для нерча. И четвёртый нексус уже здесь есть, и фотонок добавлять. Вот надо вот сейчас, нужно гейтов уже добавить. Почему? Потому что... А, ещё Старгит. Три гейта явно мало. То есть надо восемь где-то гейтов. Плюс чашек добавить. Плюс фаржу. Там атаку как-нибудь начать делать. Или что? Для того, чтобы... Если воздух отдастся, то и земля была бы. Ну, Хеллрезер воздух это, по-моему, не собирается отдавать ни в коем случае. Где-то там пять фотонок делается. Где они вообще пять этих фотонок делают? А, все здесь делаются, плюс на мейне. Так, полетела атака. Так, боенолинги туда-сюда входят. Ядра лесков двенадцать штук имеется в наличии у нерча. Хеллрезер на четвертую прилетает. Вот ядра подоракулы. Он просто в секунду падает. Куда полетел-то, я чуть не понимаю. Дронов десять минут. Просто в план ядру расковыривает Хеллрезер. Надо дронов забирать. Ядра лескиновые выходят. Унижение какое-то. Идет вообще жесткое. Как бы у нерча не припекло, я даже боюсь. Смотрю, здесь как-то же дичь какая-то. Спорка всего одна, поэтому надо залететь ее сжечь просто. И это сработает стопудово. Двадцать восемь рабочих минус. Двадцать один сто пятьдесят. А тут хоть в армаду, хоть, я не знаю, в землю во что хочешь, переходи. И это ГГ. Восьми четыре сто пятьдесят. Нечтут на бэйнах катятся. Хеллдед. Хорош Хеллрейзер. Хеллдед ставит. Таракул достаточно на мэйне. И потомка есть. Минус собаки. Нет, пятый. Конечно, не получится занять прямо сейчас. Но это покидает матч нерча вообще. Ха-ха-ха. Нормально Хеллрайзер разрешал. Главное теперь не собраться и нормально отыграть еще игру одну. Хмоется как за Потому, что могло есть нужная часть верстика. Поэтому я думаю, что прям, не знаю кончен, не знаю ли здесь, но вот так. Продолжение следует... 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 Хеллрейзера нового скина, рабочий. Так, королева. Не-не-не, дружок, ты чё, куда-то Хеллрейзер там спорку решил сжечь. Не вариант. Ещё Оракул полетел один вперёд. Поржа от Вайлайт дома. Достаточно стандартно. И выход на третий некст уйдёт. Только сталкер что-то стоит. Надо бы сталкера подвести в проход, а то вообще не закрыт он ничем. Оракул. Да, конечно, местами поменять, но ё-моё. Вот, знаете, дроны. Вот на пару секунд попозже полетел и дрон уже здесь бы были. На вторую... Опа! Дрончики идут. Двух сжёг всё-таки Хеллрейзер. Ну, хоть что-то где-то подрезал двух дронов. Но это немного. А в это время необычный такой апгрейд делается и плюс один. То есть у меня есть такие подозрения, что это какая-то агрессивная тема на самом деле. Потому что... Так. Крептумор на моей не спалил. Тоже дело. Мне сразу новый ставят. Хочет он на Мэнни-Вижн. Возможно, это какой-то агрессивный выход. Типа как Ниб дел. То есть, чаржа Архона. В общем, бои нет. Но она... Обычно с Архона Хараса как-то вот эти выходы делали. Да, просто, что я видел. Здесь же как-то уже... Так, пеночка на третьей базе. Аракул минус. Восемь гитов. Да, чарж плюс... Смотрите, архивы Темпларов. То есть сейчас может быть добавлены быть Архоны. Могут быть добавлены Архоны. Тунир Ча Лэйр готов. Он еще дронов делает. Но я чуть не вижу ни Гидродена. Ни хрена у него как бы сейчас. Вот ток-ток. Гидроден пошел. Но если Хелл Рейзер полетит Аракулом вперед, он может тайминг... В смысле, Призмой сейчас сразу вперед полетит на вот этих восьми гитов кушать соберется. Так, чештормовики где-то варутся. Да, это чештормовички. И Архоны прикольного вида вот этого. Смотрите, и морфятся необычно с каким-то хренью с какой-то. Так, а вот Призма-то видит. Смотрите, вот он где Овер висит. Что? Фениксом тут называется не сбил вовремя. сейчас этот Овер может ключевую информацию о Нерчу дать как бы о выходе Хелл Рейзера вообще. Если такой выход вообще будет как бы. Вот в чем прикол. Плюс 2 делается, грейды делаются. Это положительный момент. Шпирс Гидралов Нерч там пилят. Архоны какие они прям дьявольские какие-то. Блин, не знаю. Отогнал Хелл Рейзер лингов от камней. Ну, надо больше лимитов. То есть нету шторма. А как без шторма отбиваться от Гидролинга Беллингов? Только максимально эффективным и максимально большим боевым лимитом, которого только ты можешь достигнуть к этому моменту. штормовички идут в Аркерце. Что это? Архон и Харас будет? 2 зилка, 2 штормовика. Да, Архон плюс 2 зилка. Ну что, может сойти в принципе. Так, здесь у Верчажей много у Хелл Рейзера есть, кстати говоря. Нерч пытается сплетиться. Зилки-то еще Оверчаж выставлены, еще сразу 3 не выставлены. У Хелл Рейзера единственное, не понимаю. Призма залетает в контратаку. Здесь спорки королевы. Ё-моё, все плохо. Что-то у Хелл Рейзера. Через спорки, через королевы. Но ты Архон не успел выйти, но он всегда собаки вызвал. М.АИ.Л поддержал ваш канал на 500 рублей. Печаль. Спасибо, Мэйл, большое. Спасибо за поддержос. Спасибо всем, пацаны. Переживаю тут за Хелл Рейзера. Чуть позже добавлю. 72-74 парабам, еще не вечер. Вот этот грейд нужен бы был бы Хелл Рейзеру. Вот без Шторма реально таких зергов нереально почти сдержачися. Вот смотрю, как бы вот опять пошел. Хелл Рейзер 100. 4 Архона, но зелков немного и зелки все сразу же на бейлингах отдаются там, как только идут вперед. Шторма веков нерч сгрызает, что-то у Хелл Рейзера все разрознено. ГГ, он пишет 1-1, ребят. А почему все? Вот если ты играешь пассивно, сразу же, вот сейчас все нормальные процессы сразу же делают и правильно делают. Если ты играешь как Хелл Рейзер, надо не 8 гейтов, а 10 и выход делать. И вот он успеть мог до Гидродена. Реально, если он репку посмотрит, так сегодня делал, между прочим, как сегодня между прочим, делал Нип, он в хлам пробревал того же Солара. Что, Хелл Рейзер стесняется? Я не знаю. Не надо стесняться. Это 100 бутово. все, начинается игра, погнали, сейчас результаты пока пообновляю. Что-то пока только Ваня вперед продвинут, неужели только он доиграл, точнее техвуз получил, здесь уже третья игра, кто-то мог выиграть уже 2-0 вполне, но что-то походу нет еще, еще никто не выиграл. Редактор субтитров так, спасибо еще раз за поддержку, ребят, поддерживайте меня и мой канал, всем громадное спасибо, сейчас я, блин, что-то я поел, гома картошечки с селедочкой и с луком, блин, меня сушат, сейчас я водой нажлю, приду. Продолжение следует... ху, блин, все, ребят, извиняюсь за отсутствие, налил воду, а там кофе был, остаток, это тостнут, кофе, это кофейная молота, вот эта хрень, пришлось заново наливать, незваный гость карта называется, что-то я не помню, как она по-английски эта карта называется, о, какой фшук, фшук, ты что такой быстрый-то, ничего себе быстрее собаки, вот это фшук дает, тут архон охарас, кстати говоря, у холл-рейзера походу дел, камни сейчас пробьет, блин, ну, собаку вот никак не остановил, лучше бы надо было постановить, вот это файлайт, даркшайн, ну, это стандартный, билкнер что-то понимает, конечно, стенку херовую, что это за убожество, надо было гейт выдвинуть, а, ну, второй, не, вот так вот крутая стенка, сразу, да, так, вот так, я-то думал просто, что это такое, думал, надо гейт сюда, ну, понятно была задумка, теперь, да, все правильно, как бы, просто, здесь-то очень хорошая застройка, то есть, здесь можно даже три зелка поставить подряд, как бы, собаки задолбаются и грызть, здесь какой-нибудь пилон вперед можно, так, плюс три гейта, четыре гейта, да, дарки, третий нектус, здесь овер подлетает, мне сейчас рауч ворон собирается, он с раучем еще встречать, шук что-то быстро не бегает больше, типа, как с ним юнит рядом ходит, похоже, он быстро бегает, то есть, чуть сразу архонов сливает, попробовал бы, попробовал бы дарками, смотрите, нет, что-то с оверсилем, типа, решил разобраться, хитрец такой, иммортал заказан уже на мэне, ну, сейчас имморталы, плюс вот это все дело, там, в третий нектус, как бы, и можно выход какой-то предпринять потом, раучи-то униорча девять штук, только они не на позиции, ну, что за хрень, вот, залпы в хату, нет бы пройти подальше, архоны красные такие, как красные архоны в первом старкрафте, вот такие стеки-то приятно, как архонами тыкать райт-кликом, но, нифига, кстати, от нерча, как будто, мне показалось, что он сейчас улынить будет, нет, начал рабочих строить все-таки, а то что дро, по арабам даже проседал сейчас, на третью бы залетел, лип на мейн бы пролетел, холреза, что-то летает, как бы неэффективно, то есть, ничего сейчас не делает, фактически, правда, демоджу в роучи, немножечко, про транс-юзел, по-моему, нерч сразу, где, а не, вот он демоджу не ушел, в рульс, если про транс-юзел, хп бы было больше, чем у куэйтова, например, гидроден, пиор, имморталы, все строят, все строят, ну-то, хеллрейзер, как си джей хиро, что-то рут хиро бывший, что-то он строил, строил, и в итоге прекратил, просто строить рабочих, нерч видит, выход хеллрейзеровский, видит, зелков, давар, понимает, что сейчас атака пойдет, похоже, а, кстати, атака очень быстро на этой карте придет, но в какого направления, с центрального, через вот эти камни, да, так оно и есть, это лучше, чем отсюда заходить, как мне кажется, два эволюшена, на всякий случай, нерч делает, чтобы проще было принимать бой, четыре архуна, два аморфа, сделок, и много пьюнита достаточно, здесь придется, наверное, камни тоже пробить, вот эти, чтобы удобнее заходить, хотя нет, тут через эволюшу, ну вообще без шансов заходить, хеллрейзер, ё-моё, сходу хеллрейзер заходит сейчас, позиция убогая, вообще, ё-моё, на муве идет вперед, и сливается здесь план, конечно, потому что так, и сразу по лимиту проседания, серьезнейшее, третий, и не эксус вообще не раскачивается, это двухбазовый колл-ин, вот, хочу сказать следующее, если такую херню делать, то надо делать, как статс тот же, с постоянным, или не с постоянным добавлением пробок, постоянно, то есть, не идти, как бы, с двумя базами, а чтобы здесь, хотя бы штук 8 было, потому что, если бы у хеллрейзера на 8, хотя бы пробок было бы больше, при этой атаке, вот он бы зашел сюда, увидел бы, да ну, позиция не очень, просто назад бы, отошел бы, и просто назад бы отошел бы, и у него нормальная экономическая ситуация была, вот, хеллрейзер сейчас с огнем играет, на самом деле, то есть, нерч сейчас сам камни может пробить, и забрить хеллрейзер, по лимиту проседает, очень серьезно, гидра уже пошла, микс очень опасный получается, грейдов у хеллрейзера, из-за этого пуша тоже нету, видите, как бы, ну, печаль полная, так, обходит, что-то хеллрейзер, что он по центру тут гуляет, туда-сюда, надо прийти камни пробить, тогда вот эти, я не знаю, какая-то пробка уже по второму, 100 пробка там попелось, архивы темпларов, в шторм выход, в шторм, понимаете, в шторм выходить, как бы, зерк придет, пока что он будет делать, убьет, добавлять не шторм, как бы, тоже зерк придет, там, и без шторма тяжело, тоже с ним будет биться, и тут так неоднозначная ситуация, когда вот прогорел, пушим, тогда ты всеми таймингами просто отстаешь от оппонента, так, плюс один заказ, мне рча тоже заказано, 7 оверов, то есть он дропаться собирается, что ли, я чуть не понял, да, похоже, что у него что-то там дропаться собирается, хеллрейзер 4, не их уже ставит, здесь надо варпать, как можно больше, тут даже, ну тут хеллрейзер 144, а 198, а тут даже со 170 под вопросом отобьет, не, ну хотя со 170, учитывая, что тут иммортал, там 5 уже штук, 6 уже сейчас будет, со 170, то можно отбиться, ой, тут гидра, если еще призму, сейчас хеллрейзер не доконтролит, сейчас гидра так ее расковыряет быстро, залетает призма, оп, гидра резко выходит, хорошо, хеллрейзер очень резко среагировал, поэтому спасти получилось призму, а тут просто 7 оверов дроп, ребят, это очень большой дроп, тут, ну, кстати, сколько, 2 оверчажа здесь, маловато, мягко говоря, на такую ораву, зырговскую будет, 2 оверчажа, даварп, вот сюда, на всех зелков, там только что варпанул, хеллрейзер юнитов получается, потонок вообще нету здесь, нержзер летает, куда нержзер полетит, кстати, вот хеллрейзер должен сейчас видеть, что нержзер летит, дроп пошел, верчажа надо ставить, раз, два, не на этот, тут на этот надо, пилон, наверное, было ставить, у верчаж скорее всего, хеллрейзеру заходят, а здесь еще и сталкер мешает, проходя проходить, видите, какой дроп гигантский, нержзер мастер дропа, в последнее время, здесь 14, вот этот надо отдавать сразу, просто пробок нужно было бы увести, хеллрейзер об этом вообще не думает, пробок не уводит, нержзер что-то там будет грузить, то, да, грузится, и дальше полетит, похоже, что да, на мейн полетит, 10 хеллрейзер нержзер, отгоняет, архуны, так, шторм есть, да, есть шторм, пошли штормы новые, штормы хорошие, но хватит ли этих юнитов, даже при таком раскладе, хеллрейзер не хватает, это А2-1, в пользу нерчага, гг в прайме, хороший ядро, хорошо зашел, печаль, еда, бласть смотрит повтор, слил бласть что ли, когда повтор смотрят, обычно проигрывают, пока, правда, ничего не обновлено, Ваня против Гуру, наверх, 8 минут в игре, бласть проиграл, ну, хеллрейзер с Блайм, к сожалению, проиграли, но им реально сильные игроки достались, скин и нерч, Ваня Гуру, и нам Шаверс, может быть, нам Шарм, ну, Аверс это надолго, я так понимаю, а вот, Ваню посмотреть можно, только что, я Аверса видел, а вот он, там, Субтитры сделал DimaTorzok Все проиграли, кроме Вани, короче, ребят Ване повезло с тех вином Ваню Гуру сейчас посмотрим-то А дальше по обстоятельствам тогда получается Субтитры сделал DimaTorzok Ну что ж, поехали Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Такс, ну что, ребят Гуру против Вани Ну да, Субтитры сделал DimaTorzok Ты не проиграешь, если ты не будешь играть И тебе дадут тех вин еще при этом всем Ну что, Ваня против Гуру Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Да и Гуру давно не видно как-то он был в пике формы, он очень неплохо выступал, а здесь его не видно-то давным-давно, так что надо его, конечно, ковырять Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, Ваня бейлингов делает Вот надо сделать бейлингов, но не отдать их бездарно ни в коем случае Почему? Потому что иначе-то Агуру Вот он, пусть он так дефится как бы А ты рабочий строишь и здесь тусуешься рядом Все, если рабочие бы сюда пришли, то, а да, можно было бы попробовать сделать Прикольно эти бейлинги, да, новые такие Куда эти на месте, кстати, ого Потому что они бегут, там очень расплытая эта анимация Постой ты, Ваня, чё ж ты бегаешь-то? Ваня очень хочет понапрягать добычу, но пока никак Мы и так на 5 рабочих впереди Два эволюшного дома, милишный стиль похожий Третья хата уже Аугуру Лэйр, да Ну а почему шансы? У всех были шансы, видишь, Кайгу, но Большинство вылетело просто Прибежал Ваня дрончик и взбросил Да, пару гуру потерял, полёска перекапывает Чё-то Ваня там прям до хрена собак начал масить Часть на мэне, часть на второй здесь Угуру шпиль пошёл Да, посмотрите, вот Ваня шпиль не видит А где он вообще заказан, этот шпиль? На мэне Но у Гуру нет стенки То есть Ваня просто остаётся сейчас настроить Очень много собак и сгрызть в лоб У него 37, уже собак есть, посмотрите Геннадий активировал премиум Спасибо Геннадию Спасибо всем, ребята За поддержку громадное Так, собаки прибегают Бейлингов подождать может, Ваня Подожди, Бейлингов, Ваня Очень много Вот были бы у Гуру Бейны Всё, эта хрень была бы бесполезной практически А так как нет, всё, по-моему, здесь сейчас получится У Вани просто в лоб убить Вот Гуру понял, что без стенки-то чашка придётся Падает плётка раз Падает плётка два В королев, нет, плётка не падает Часть в королев, часть на плётку Собак попёрла Бейлингом надо взорвать собак Взрывает хорошее количество у Вани собак Собаки всю новую-новую подстраиваются Королев надо добить сейчас Королев добивает 1-0, хорош И шпиль ещё минусует Ваня, Гуру, сейчас что, будет? Чё я не буду писать, интересно, или нет? Нет, наверное Нет, Гуру будет двигать Часи Я удивлён Очень сильно удивлён Хотя чё, Гуру, у неё игре У него там иногда воспаление происходит Как бы Спасибо, Геннадийо Тебе ещё раз Спасибо всем, пацаны Где там Ваня-то? Вот Ваня У Ваня, кстати, сетка-то такая Вот часть сетки достаточно проходная Я знаю, так... Сетка-то так... Сетка не может быть И все Teceğiz Так самоту quarto От BS Продолжение следует... 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 пилю рекламу периодически а вы помните про адблок и про поддержался естественно подписываться на премиум поддерживайте меня и мой канал это реклама не закрывающийся skoda какая-то проверяет гуру не бегает ли здесь ваня а ваня здесь бегает у гуру будет бейлинг нес но попозже чем у ваня посмотрите ва-бэйна ваня делает гуру видит только одного заказанного сейчас собаки все новое бегут ваня реагируй быстрее принимай же ты бой как-нибудь нужно бой принимать так чтобы конечно же просто побеждать в этом бою собак выпиливать гуру не помешает королева очень долго живет надо помочь линги собаки без королевы конечно ваня их убивает моментально а вот здесь на рампе хорошо ваня вгрызается на хг королева падает бейлинг доделался пазло кстати рано ваня вышел как не пока хотя тут хт еще рано то гг а вот если бейлинг не доделался вот доли секунды реально сгрыз бы бейлинга сгрыз бы королеву и скорее всего вы гуру бы сгрыз бы но бейлинг доделался бывает это звз меня аж припекло помаленько и вода кончилась печаль ну что блин опять зерговский может быть конечно здесь движуха зерговская такая впереди не хотелось бы не хотелось бы а Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Пойду налью ДимаTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Один на один, ребят! Кто у нас? Где Ваня? Вот Ваня сейчас с водички налью Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, не надо волноваться, Старкрафт СМЛП Надо есть селедку с лучком, с картохой Салат, помидоры, огурцы, перцы, лучок, чесночок давленный туда кайбу То есть, топить захочется Плюс картофанчики Хмели-сунели, перчиком черным обсыпал, короче, поджарил там Ну, вареный был вчера Такие вот дела Короче, Гуру, Ваня, Ваня! Опа! Гуру улынет, а Ваня летит и просто видит собак сейчас, Гуру Заказывай лингостиков, Ваня заказывает лингов Хат вторая готова Так, менять ее нельзя Будет Ваня с дронами-то отбиваться, интересно, надо, надо Придется без бейнов при этом всем отбивать это дело Да, дронов берет пачку, плюс 4 собаки с мейна Плюс 2 отсюда сейчас выйдут Ваня, что ты делаешь? Что Ваня делает? Он что, прикалывается? Взял, хату отдал А че он дронов-то увел? Я че-то не понял Это ГГ Скорее всего будет Ваня так драться будет, королева, че-то не выйдет Да ну нафиг Ну вот что это было-то сейчас? Че, вот зачем дронов-то было отдавать? Зачем было хату отдавать сейчас? Хотя рабочих больше, да, как бы Ну, Гуру хата раньше, конечно же обгонят вообще Слишком много бейлингов от Гуру Короче, ГГВП походу делаем Потому что надо хату было защищать с дронами Как изначально Вот че передумал-то? Я не понял вообще, Ваня Вел бы дронов туда, отбивал бы хату Все было бы прекрасно Это сто пудо Собак было достаточно, дронов достаточно Направил бы их сюда часть просто Может слишком много взял То есть у Вани где-то здесь было где-то постоянно На четыре собаки больше То есть было бы у Вани плюс там пять-шесть дронов Хотя бы Он уже бы дрался бы нормально У него же прирост там был, королева бы вышла Да ГГ, все Есть шансов, нет И это очень печально Ой-ой-ой, минус Дроны все вообще в план ГГ Жаль, все Последние наши Зато поэма много было Так Смерч Гоблин играет Пингвин Кин играет Ваня, все Гуру дальше Нам Шар Архангел играет Смерч Гоблин 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 играет Продолжение следует... 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 И здесь Минки плюс Биу еще заходят ко второй базе. Сейчас пойдет ткан. Но тут что-то Кин разрозненными группами дрался, поэтому печально все. Так, потерлась сетка у меня, потому что я ослабил ее в какой-то момент, чтобы она натяжение меньше было. Я задницы свои продавил, и об такую там выступающую деталь в одном месте она, ну, втерлась как бы. Сейчас все лучше, как бы меньше натрется там. Привет всем, кто недавно подошел. Так, 151, 156, 158 по лимиту, ребят. Пингвин держится. Кин 3-3 не заказывает, вот что плохо. То есть тайминг 3-3 не будет опережать пингвиновские 2-2, а стол 3-3 пинг. Хотя пингвину тут до хайва еще как до луны пешком, как говорится. Марики тут. Прогнал немножечко мутали с пахмариками. На минку пытается выманить. В другом направлении группа есть, кстати говоря, там рядом с мейном. Но это дропа динарная, по-моему. Там стоит, нужно подводить вообще вперед. Так, Валитина, я чуть не понял, я не переименовал на священную стрим. Действительно, надо переименовать. Сейчас сетку скинул. Скинул сетку, стрим перенал. 13, ой, пингвин унижает, рабочих кину тут просто. Укина 3-3, ну что, отстак себе по-рабочему уже. Может, имеет смысл на корею зайти, пока не поздно. Перезайду-ка я на корею, а то вдруг сейчас минус кин будет, и третья решающая будет. Я в игру сразу прыгну. Какая еще нихрена здесь не происходит. Ой, кинутку словил, как там покрошило 3-5-4 муталиска точность, не 5. Не, по-моему, 4 и оверсира еще сбрил. И, посмотрите, боевого на 20 меньше, проседает по рабочим, но боевого-то больше. Минки здесь бэйнов просто ушатывают, вообще офигеть. Отрезок для кина положительный, и 3-3 уже на половине почти. Не готовы киш-грейды против, но тем не менее, нормально. Так, минку убивает муталисками пингвин. И кин выдвигается всеми-всеми наверх уже. Два Тора здесь миксис, броней, между прочим, уже они. Пошел замес. Тора бэйнов вообще вкатилось штук, наверное, 10. Тору пол-хп только сняли они примерно. Так, где еще марики и мародеры? Кин не чуть не сплитит мариков. Так, мариков-то разве... И какой-то мародеров-то? Главное, мародеров назад ведет, а марики под бэйлингами отдаются. Его дает. 189-76. Но пока что сплит от кина очень плохой. Пингвин сагрился, поломился вперед. Но мута на мариков попадает. Тора упали. Сверху группа киновская разбирается, кстати говоря. Снизу развалилась, правда. Так, по лимиту пингвинемочка в плюсе. Снизу Тор подошел. С мариками муту сплэшем! Вы видели, как муту закрошила там сплэшем? Здесь марики тоже разбирают. Они-то 2-2, а мута только с двумя атаками. И Торы. Еще здесь живой Тор есть. Ё-моё. Это ГГ, ребят. Это 2-0 кин. Хорошо, хорошо пошло. Мне ж гугли нам еще не доиграли, а варди грецк не в чем. Ну там конечно нет, что сварить скорее всего будет. Хорошо так пошло, хорошо пошло. Так. Сваливаю на евро обратно, я. У меня где-то был нефть. 4 минуты в игре. Что-то то ли первое долгое было, то ли 1-1 хз даже. В чем дело там? Гуру ждет нам Шаретовый. Ну я пойду в полуфинал скину. Почему? Уж там интереснее будет. Так, через секунду прийду. Отец. Красти. Так. Продолжение следует... 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 И так, Oracle контурует Hydralisky, потому что мы задаем их до 10 путь ображения, это будет очень быстро. Так что Oracle Adept на Hydralisky, то это с одной стороны мягкость, а с другой стороны, зажимаем, что Hydralisky тоже умеют себя утримать. Ну и как ты уже можешь спорту Леры, то это тоже очень интересно. В каждом случае, это четвертая база начинает делать. Нерчо просто... О, Боже, на земле под лотарню. Ооо, зауважите, это несколько пробок? Так, продолжают нечь попытки дробления. Точнее, не отставляет, я бы сказал, Нерч, попытки давления на оппонента своего. Оракулов явно недостаточно. По четыре строится. Очень везет здесь Гоблину, что у Нерча не видит, что у него четвертая вообще база есть. Спорки копаются, а копаются они, напомню, гораздо быстрее, чем плетки. Очень хорошо у Нерч контролят, под спорки отходят. Если бы не тот Некст уже проиграл бы, Гоблин. Но он и так проигрывал. Я думаю, тем интереснее, потому что Нерч Кин интереснее, чем Гоблин. Кин, мне кажется, было бы. Я сказал, окей, Оракулов подлатуем. Один спорку леет, другой, но не до конца. Терас только распочвали эту засаду. ГГ. Он на скиле искал, на опыте. На скиле всегда побеждают, но в данном случае Нерч. Чисто на опыте. Ну что же, Ларти захостит. Можно даже переименовать, я думаю, в пинопротив Нерча. . А, понять. . . . . . Так, ну сейчас подчеркаю, и пост будет, короче. Опа, кажется, хош залетел. Продолжение следует... 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 Да, кин, ты тут, ты играешь как-то, ты успеваешь в М5-10 и играть здесь. Какой-то ты имбарёк. Память Ивака, рипер, всё вперёд двигается. О, смотрите, бесхузные овера висят, были без скорости, было в минус 4, все, наверное, но... Нечего вот я сейчас минки не взорвал бейлингами, непонятно. В принципе, и так они не сильно жёстко стрельнули. И 15 мутальсков сразу же, ну, конечно, 4 бас имеет право, неже заказать. 80 дронов у него, смотрите, какой минеральный прирост просто, 3000 минералов примерно, ну, поменьше, 2800 где-то там колеблется, от 2700 до 2900, и 1200, 1300 даже газа там примерно добывается. А здесь 3К, благодаря мулу, ну, поменьше 1000 газа. Кукина, щиты готовы, пугас заказ, 2-2 делает, ну, сейчас вторая броня будет скоро готова. Катушки есть, но надо аккуратнее драться, конечно. Мута куда-то там полетела, харасик инженер собирается полететь, да. Ну, уже вперёд погнал. Здесь флит, мэх, говоря, не идеальный у Кина, минус 7 арики, 160 на 120 по лимиту, надо минку сгрызть. Мута лиски пролетают, здесь тоже 2 минка, кстати, пока мы стреляли, 5,3 юнита они уничтожили. Без подсказок пацанов из чатика, не пробьёшься в алмаз, а с подсказками пробьёшься в золото. Сто пудово. Так, 14 рабочих минус, ну, у меня здесь отменяет 4-ю цеху. Сейчас атака доделается, через секунд 10 уже. Кин защитил багу, кстати говоря. Всё, атака готова. Линга-бэлинги вперёд выдвигаются, есть 2 медиваг, которые перехватить можно. Пошла движуха в центре, здесь, ой-ой-ой, кор плюс био, и здесь био, как тут... Кин успешно дерётся уже какой раз, смотрю, двумя группами био. То есть одна побеждает и помогает второй. В итоге нет, чё-то надавался. Бэлинги почему сливаются на муве хуже? 117-133 вообще насливался боевого, меньше стало вообще. Так, отступая отнячь, мута в 3-е. Сыла опять попёрла. Карасит пока как-то так всех. Четвёртый полетел. Ну тут цеха готова уже, смотрите. 147-45, просто одна нелепая битва какая-то, и Нерч уже совсем очень не в плюс идёт. Так, бэлинги зашли, кингис-то сплетанулся грамот. Не знали, сколько всех залил вообще. Ну зато 8 ультралов у Нерча заказан. Ну смысл муту-то отдавать, она помогала ей очень хорошо бы на самом деле. Ну с 8 ультралами надо точку ставить на самом деле. Месторождение минералов выработано. Месторождение минералов. Пошёл Нерч вперёд, ребят, его 200 лимитов с ультрой. Ещё пока нет уникального грейда, до него 13 секунд остаётся. Сейчас уже 10, даже меньше 10. Но тут столько ультры, что даже без хранения. Здесь всё покрошили, порубили клешнями своими. минерч на 4 заходят, соответственно. Ну конечно, сказываются серверы европейские. Давайте, планетарка чуть не... Мне показалось сначала, что планетарка не стреляет под вот этим... Ну, вы поняли, под... Как там оверсиров называется эта херня. Не corruption, конечно. Засрать, короче. Засрать, короче. Продолжение следует... 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 Так, на Ксилнагу прибежал. Нерч. Ну, рипера все раздержал он тут. Точнее, не то что держал, здесь королева уже есть, что рипер сделает, ничего. За меньше секунды до готовности цецехи оставалось. Нужно только коснуться ее, короче, КСМ-ки, и она сразу же работает с ночью. Так, произошло, чик, все, цецеха готова грейдиться. Ни два елика заказана. Так, ну, тут второй нерч раскачал. 36-26 типа рабочим, плюс 10 ливератора, ели устроить. Опять хелбаты, походу, там, да. Ну, нерч плетку вот расстроит. Так, шесть геликов, рипер. Имеется здесь, ну, королев у нерча пять штук. Тут и хелбатов тоже можно отбивать плетку, тем более есть. А хелбатов и не предвидится. Третья цеха. Сейчас посмотрим, что либератор тут залетит. Крипа много, королевы быстро будут туда-сюда переходить. Спорка есть, но ее надо перекопать вовремя, нерчу. Что он и пытается сделать. Королеву убоят, убери королеву. Собаки, посмотрите, принимали дэмэдж либератора. В итоге он только два дрона забирает. Хорошо, это грамотная тема, ребят. Видите либератора, если вы, вам прилетел. Приведите собак под него. Почему? Потому что если вручную человек не будет перефокус делать, он будет убивать собак вместо дронов, пока королевы атакуют. 59.42 по рабочему нерч плюсе. Почему-то только один эволюционный будет. Вот второй, да, заказал на 20, там, ну, на 18, поменьше, секунд позже. Поменьше, чем 20. Great. Здесь у нас третья цеха, три барака, медилаки, био устроятся вовсю уже. Нет, еще восемь дронов добавляют. Скоро 70 рабочих будет, и золото собрал ставить, чертяга уже. Нужно крип вперед пилить, надо за кусты кем-то выйти. Потому что подсветки нет, смотрите. Выведет туда королеву, емано. Нужно быстрее золото крипом закладить, чтобы одевать блюду. Ну вот, не вывел за кусты, и прям тут же вынужден пилить. Ну что за чушь вообще? Неужели собаку не подвести вперед? Балбэ, балбэс. В одно и то же место запилил. Вижена не было дальше. Короче, 68-50 парабам, полиметов плюсы нет. Так, здесь гейлики заезжают. К силу на руне контролят, разгрузились марики. 10 всего, что за 10 мариков. Что они должны вообще сделать? Отдали, чтобы все видно было. Ну сейчас эти криптумеры и убьют всех. Бутоникин. Только их столько много, что есть реально требует времени. И немало. Сейчас они сразу же запилят новых, и запусты в том числе. Слава богу, королев у него много. Гидра, линга, бейлинги. Стиль, гидра уже поперла. Делается и дальность со скоростью передвижения. Кин тем временем третью начал качать. Ну нет, сейчас будут на часть рабочих-то перевести. Смотрите, здесь два лишних. Тут отсюда, ладно, может пока не трогать. Чудо-2 надо бы перевести. Убранных 80, потому что уже. Так, и лед кинь вперед. Мне вообще до покатушек еще есть время здесь. И немало до готовности, поэтому поаккуратнее нужно выйти. Ну, деваки, позбивал там нервш неплохо так. Еще 22 бейлинга, короче. Крипа площадь большая. Золото качает. 77 дронов. 2-2, конечно, попозже. Но гидролинга бейлингами нерч уже в пуш пошел, смотрите. И сверху. И снизу идет вперед нерчик. Бейлинги взрывают. Все, кин не может сплетануться. Куда ты побежал? В углу марики зажатый. Аннигиляция. Уничтожение. Смерть. ГГ-нчик вообще. Смерть виртуальная. Для мариков, понятное дело, это было печально для Кина вообще абсолютно. Что-то он ни атаку не ожидал, еще нечто двух сторон четко зашел. Гуру Намшар, как там дела интересные. Короче, ЗВЗ у нас в финале. А что делать-то? Гуру Намшара стримит там. 1-1 здесь. 1-3 здесь здесь. Путёнка. Путёнка. coaster. 2-1 близкие тебе. 1-3 здесь. 2-1 здесь. 4-2 будет бегать. 1-2 здесь есть. так ну что ж у нас короче 3 карта кажется кто-то очень много собак мастит это кто у нас это гуру мастит собак вообще он смотрю со скоростью собак с двух бас сейчас посмотрим что там к чему а это были бас даже так отменил гуру конечно амшару третью ну что-то он не продавил совсем амшара опять пытается добить лимита меньше завис на двухбазовом прессинге нам шара рабочих до сих пор больше нам шар хату не отменяет первый жесткий фэйл нам шар кажется в контрпрессинг еще перейдет так опять там пытается гуру хату отменить нам шар уже в контур забегания попер там неплохой спасибо уху за клепец а и и и и Сейчас добавим клип. Спасибо, Окунь. Ну что-то затянули немножечко, но на Амшара, смотрите, в лимитус 60 на 42, в два раза больше боевого. Короче, третий у Хату сейчас он Гуру отменит абсолютно точно. Гэгэ, Гуру пишет. Нам Шар против Нерча у нас будет сейчас. Короче, очередное ЗВЗ в Гоу ФОСК. Гоу ФОСК вообще зерги заполонили просто в мясо вообще. Ну что, ждем финала, ребят. Я напоминаю вам просьбу поддерживать. Подписывайтесь на премиум, поддерживайте меня и мой канал. По реквизиту в описании через плеер. Всем за это громадное спасибо. Сетку можно благополучно закрыть сейчас. Скочки надо закрыть сейчас. Пять из лимитıs осенью. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует... 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 Вторую броню не раздел. 111-173, опять плюсе по лимитам. Ну, часть лимитов до заказа. Пару люркеров. Люры много не нужно, на самом деле, в замесе. Потому что ЦВЗ мобильную. То есть, если ты не вкопался рядом с данными другими... Рядом с данными, точнее, своего оппонента, то ты его никак не заставишь лоп-лот драться с люрой, как бы. А если у тебя один-два люркера есть, то ты берешься и просто их под шумок там копаешь, как бы. Кажется, что там двоюми это сделают. На самом деле, сделают люркеры с флешем очень-очень много. Кривая позиция у нерча. На фаерболы попал. Сейчас драться начал убого. Ну, сзади ядры есть. Ну, у намшара-то ядры больше. Посмотрите, у намшара прирост здесь. Намшар не отдается на фаерболах. Намшар вообще в мясо здесь все разбирает. Неужели победа намшара? Пока не победа. 23 роучень я же заказал по лимиту в плюте даже для сих пор. Какое-то тупое мясо, короче, блин. Один и другой. Бьются, он потерял. Там 106 роучей, типа, у намшара. 117 у нерча просто. И список вообще больше мы потеряем. У него на 3000 больше потерь. Зато он и четвертую зашел к намшару. Тот не готов. Просто что за счет? Намшар сам в размен пошел. А зря. Сейчас нерч вернется. Просто здесь намшара лишил базы. Здесь дронов просто спасется с этой базы. И все. 130 стопу по лимиту. Сейчас дальше намшар Ка пойдет. Нерч вернется просто. И все. Сюда можно было, кстати, в спину зайти. Мне показалось. 4 люркера намшар делают. Потому что намшар сумеет с люрой нормально подраться. Хороший вопрос. Нерч двух сторон. Заходь, дурак. Они готовы еще. Ой-ой-ой-ой. Надо заходить. Люркера почти готовы, но не готовы. Нерч с разным сторон нападает. Люра хоть и готова, но она в секунду падает. Это 1-0 нерч. Как же не вовремя она заморфилась. Это люра. И как же вовремя напал нерч. Это жесть вообще. 1-0 нерч. Вообще бегали-бегали. Месились-месились. Ну, нерч на опыте в итоге сыграл. Забрил. 2-0 нерч. Месились. 2-0 нерч. Продолжение следует... 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 Передумал сейчас нам шар, здесь эрогрессивнейшим шмута полетело, видит он вперед. Спасибо, Колин Сант. Спасибо, ребят, можете поддерживать, конечно, это не предел. Всем спасибо, ребят, за любую поддержку громадную. В этом месяце на Макс буду, фу, Макс, какой Макс, на армию России уезжать. Вот, хотел я даже 12-го числа, думал, короче, на армию России съездить, но Илюха Красти Крабс еще не вернулся из отпуска своего, из отдыха с моря. Вот, так что, наверное, не поеду, хотя там очень крутая тема, в парке Патриот будет прямо реально крутейшая. Вот, ну, посмотрим, еще три дня есть. Завтра, короче, стрима с утра не будет, может, вечером, может, деревню вечером, я не знаю, ну, скорее всего, нет. Почему, говоришь, в четверг, хотя, может, уеду, посмотрю. В четверг просто мастер Колизей турнир, как бы, и это значит, что его нужно стримить, потому что он из игры будет. Это будет вот такой вот турнир. Вот, что еще можно сказать. Завтра учение, посмотрите, без слова, недалеко. Пролетает Нерча на велике, начинает хат шатать. Здесь закопка подземная. Ну, что эти плеток? Немножечко тут, прям, мягко говоря, Нерч запилил. Где Оверсир? Вот он Оверсир. Собаки не могут Роучик. Прикиньте, как он регенит. Они сгрызть его никак не могут, блин. Муталиски развалили дальнюю. На Мэне тут есть уже инфестора. Собаками Нерч 6 часов сгрыз. Ну, как-то нечто переворачивает бой, я бы сказал. На третьей базе нещем минуснуть Роучик. Сейчас Роучик в лоб заходит. Зачем нам шар с плетками перестреливаться? Понятия не имею вообще. У него 2-1 грейды. Ничего себе такие жирные вообще. Спасибо, коленцам. Еще раз. Задержка 2 минуты, помните. Ты вот реально, как бы, умеешь удивить. В том плане, что бывает дофига стрим долгий, думаешь, что там сейчас кто-нибудь напилить по-любому что-нибудь. Так, коленцам скопал в самый неожиданный момент. Пока ничего не ждешь, вдвойне приятно. У Талиски здесь, смотрите, с тыл залетает Роучик. Бах, минус стоит. Сколько мутки? 29 штук, но тут инфесторов, кстати, много. Гидра плюс Роучик. Ой, как инфесторы сейчас могут зарешать нерч? Кажется, кто-то сейчас затерпит жестко. Но есть бейны. Бейны до гидры доходят. Доходят, понимают. Нет, что здесь инфесторы есть, но бейлингов очень много. Хватит ли энергии? Энергию вынужден всю на бейлингов потратить. Кажется, этот нам шарф. И в итоге муталиски аннигилируют гидралисков. Оверсиры видят инфесторов. Прекрасно. Все инфесторы падают. Роучи тоже сейчас упадут. Неужели 2-0 это? Хорошо, бейлинги зашли. Да, муталиски Роучи принимают. Вот они все полгут. Такое количество мут. Видишь, демоза достаточно, чтобы селут. Или 2-4 муталиска осталось. Печаль, беда. Сейчас запилю тех, подержусь чуть позже. Так, ультралискевер. Да, у нерча ультралискевер пошел. У него же 2 когти, между прочим, есть. Карманную базу нерч понимает, что наверняка восстанавливал. Как это? Вот не знает он тайминг спорок, но прилетает идеально. Форд тайминг. Закопались рабочие. Куда они там закопались? У версира есть, у нерча. Обревают все спорки. Сейчас нет. Транслюзк пошел. Один, второй не успел что-то кинуть нам в шар. И в итоге 16 дронов потерянут. 76-45 по рабочим. Второй эволюшн заработал. Броня делается уникальная. Уникальная ультралом, адреналин лингом. И 4 ультралиска. Оказано 5. Сейчас в данный момент. Копаю Центисторой. Ой-ой-ой, часть мупи поймал. Сейчас нам шаг, но это уже не так. Потому что у травок им 7 штук точно нечем законтрить. А тут собак-то нечем законтрить, люди, забегаем. Что королева-то не закопалась, остальные их копались. А, она не может. Вы видели? У нее заблочено, закопка была серая была. Спорка мешала вкопать. Первый раз такого хрения заметил, что вот так бывает. Так, мута опять залетела, вся отдалась. Собаки хату минус нули. Печаль вообще полная. У нам шара по экономике. А здесь 5 ультралов есть и 5 строилось. То есть сейчас 6, 5, 11 ультралис. У вас столько много-то. Они вообще растопчут. Все надежды нам шара, они потопчут просто своими тушами гигантскими, блин. Все, там 6 секунд до грейда. У них увеличится броня здесь. Нет, по-моему. Да, нет, увеличивается. Смотрите, я думал, что не увеличивает. 4 суммарно, 2 родных и 2 добавилось от уникального грейдика. Через 3 секунды будет еще один грейд. 3 у них брони станет и 5 суммарно. Какие плотные, ребята, эти ультралиски, черт убери. 190, 240. Лимиты. 2-2 у нам шара. Ну, с такими грейдами люраб могла спасти, но ее нет и не будет. Ушел в ровущий гидрой. ГГВ. У нам шара он видит, что тут слишком много и нервы топтает. Топчет, топчет. Так. Какой, на мой взгляд, лучший самолет? Лучший самолет для чего? Военно-транспортный, гражданский для перевозки пассажиров, сельскохозяйственный, там, истребитель завоевания превосходства в воздухе, там, фронтовой истребитель малого радиуса действия, не знаю. Чистый перехватчик, там, я не знаю. Дальний бомбардировщик, стратегический бомбардировщик. Радиоэлектронной борьбы, блин. Дальнего радиолокационного обнаружения. Какого периода, там, какого времени, я не знаю, там, в какую войну, там, когда. Нет таких званий, как бы, лучший, не лучший. Вот, вот, как бы, по итогу Второй мировой войны, можно, да, там, вывода каких-то сделать, лучше, не лучше. Ну, а сейчас-то что? Сейчас только диванные эксперты спорить могут, как бы, что лучше, что не лучше. Дальний бомбардировщик. Так, ну что, погнали. Вон, Су-35, Индонезии, Индонезии за пальмамасло впарили. Ну, говоришь, не за пальму, а, конкретно, за различные товары. А в Индонезии, чтобы пальмамасло получить, жгут уникальные джунги, экваториальные, блин, леса, короче. Аборигены местные, коррупционеры засевают. Вот. Вот так вот. Ну, это не наша, конечно, проблема. Ну, Су-35 менять на товары, как ХЗ. Ну, в спиртах, диванах припикло маленько. Ну, с другой стороны, как бы, товары-то тоже нужны. И так они покупают у них, правильно, мы, точнее, Россия. Плюс обслуживание, денег стоит, как бы, потом авиация. Это тоже, то есть, важно предприятие. Короче, погнали. Сколько времени у нас? 22.47, я еще укладывается до 11, просто царь. Так, коленсанку надо добавить, а тут... Истребитель, Гриш? Ну, я думаю, мало кто может поспорить с тем, что лучший истребитель 20 века, вообще, в принципе, 4-ое поколение, это Су-27. То, сколько на его базе всего было сделано, это да. Ну, а сейчас, как бы, уже модификации, 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 это ДЭК. То есть, 5-ое поколение есть. F-22 серийного американцев у нас, Т-50, Су-57 ему, кстати, индекс дали уже официально, как на вооружение примут. Ну, а вот, ждем серийных, посмотрим, что там они будут. Вот так много всего. Ну, очевидно, что, как бы, советская школа и американская школа, они лучшие, как бы, это очевидно. Но у нас много просто, она, конечно, но что-то делают, как бы, улучшения есть за последнее время. Вот. По крайней мере, серийных, хоть, обновлять все начали, как бы, причем, очень слабо. Есть даже такой фильм, лучший в мире истребитель из четырех частей, как бы, от звезды. По часу каждая рекомендую, очень прям он такой, он, как бы, и очень интересный, и трагичный какой-то все. Я всегда могу слезу пустить в такой момент, что, ну, развал в союзе, трагедия, как бы, все равно пошло по бороде, короче. Топ-доллары исключить. Ну, возможно, ты прав, но что, нельзя в национальной валюте, что ли? Хотя, вот, кому нужна индонезийская там эта валюта особо. Так, ребят, пока здесь я разглагольствую, не рчунизил экономику Намшара просто сейчас, а это ГГНчик практически Намшару. Вот. Если он сейчас ничего не сделает, да уже это ГГНчик, короче. Потому что он здесь ничего не сделает. Ну, с другой стороны, не про рубль, как же, можно, могут сказать, но, наверное, все равно нет белья, но, что же, все же, все же. Не знаю, посмотрим, что там будет. АБСР-71, что сказать. Не разведывательный когда-то самолет. Установлен на нем рекорд скорости горизонтального полета, до сих пор не побитый, как бы, по потолку, по-тоже, по практическому он тоже там очень, как бы, был в такой высокий, там, в стиле 22 км у него, там, вот. Не буду врать, какая скорость, там, 3500 или даже чуть больше у него максимальная была, там, или даже 3700, как бы. Вот. Ну, в 25-й ГГНчик тоже летал с такой скоростью, мог, могли его сжимать, но нигде не вырегистрировали на него. Так, пытается нам шар подгрызть, но нет, уже с ровочами, с королевами, он уже идет, унижать здесь, короче, на королевах, с французицей, ГГ, ЛФ, ГЗ, там, все пишет. МиГ-31К был принят на вооружение, СР-71, ну, американцы со вооружения сняли, потому что он уже, как бы, не обладал характеристиками, когда безнаказанно мог разведывать, как бы, такими, против Мегана. Так, сейчас я даже скину. Ладно, стоп-старт делаю, нерч 3.0, ребят, ожидаемо. Без задержки сейчас вернусь, расскажу, что к чему.